всем привет наша с вами любимая рубрика она будет сильно сокращенной я говорил да что пока буду в африке буду записывать видосики покороче но может быть чуть почаще чем обычно интересные камни недели или лучший камни недели подобрал сегодня чуть-чуть разнообразия плюс то что чаще всего востребовано плюс то что я сейчас данный момент могу сам лично отобрать отсмотреть в африке я прилетел в африку надолго у меня очень много заказов именно по африканским камням плюс буду ездить много по новым месторождениям вот собственно можете писать заказывать цены вес камней по номерам смотрите в описании куда писать чтобы заказать тоже в описании есть номер ватсап на номер кстати у нас новый мы его недавно сменили вот туда можно писать я всем стараюсь ответить ну в течение двух трех суток не так быстро потому что пишут очень 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 много сообщений громадное количество сыпется необычный турмалин из афганистана именно там добывают вот такие с полосочкой или с черным торцом до турмалины очень интересных цветов эти цвета всегда не яркие они всегда относительно темные и в этом их плюс и какая-то красота и обаяние вот был у меня три таких турмалинчика остался один и пока больше нет я просил владельцев с кем вот тогда в ту поездку установил там связи до бизнес связи бизнес соотношения что как только такое что-то найдут сразу пишите мне но вот пока было всего их три это последний номер два тоже турмалин тоже афганистан это же последний я когда-то купил целую коробочку таких турмалинов это наверно было года два-три назад и жадности отложил себе штук пять но потом понял что ну ничего с ними не сделал они так пролежат у меня 10 лет потом их продам ладно пусть кто-то носит радуется потому что желающих и ценителей много то есть они только мне зашли они зашли почти всем потому что их разобрали тогда в момент вот этот последний продаю и себе уже у меня остается один всего себе уже буду думать какое-то кольцо с ними делаем номера с 3 по 6 трумалины лагун я уж не знаю будут ли эти камни свободные на момент выхода видео может быть да может быть нет заказов на них очень много цена растет с огромной скоростью уже кое-где дошла до четырех с половиной тысяч долларов за карат это за такое же точно качество вот как я сейчас вам показываю камень конечно уникальный который посветлее похоже на такой лед прям да и они я не скажу какие круче то есть они все очень крутые всех оттенков всех цветов лагун это когда присутствуют оттенки и зеленого и и голубого ну или синего причем нигде не описано сколько должно быть чего в процентном соотношении 10 на 90 или 90 на 10 зеленого и голубого но как бы они должны присутствовать если есть только голубой или только синий голубой это уже считается индигалит турмалин он тоже красивый тоже стоит дорого его в афганистане тоже добывают но вот к индигалиту как-то больше привычные все потому что его еще и в конго добывают тоже кстати до конга я доеду в этот раз но вот лагун есть пока вот так массово и стабильно только в афганистане ну и кстати когда страна только открылась казалось что их очень много да я тогда был мне казалось что много и будет еще больше нет их раскупают очень быстро и желающих вложить деньги купить просто чтобы носить или носить и потом перепродать или положить в сейф и перепродать очень очень много и конечно 90 процентов скупают китайцы китайцы ведь они грамотные у них хорошая финансово видимо образование во все на чем можно заработать деньги они вкладывают финансы очень бодро активно и быстро но собственно вот рынок драгоценных камней наверное по большей части контролирует китайцы диктуют цены тоже китайцы как и на большинство рынков в нашей жизни в нашем мире так вот вернемся обратно к турмалином я не знаю сможете ли вы успеете ли вы купить вот эти именно у меня возможно момент выхода видео они будут уже проданы но я могу взять у вас небольшую подоплату внести в списке и течение нескольких месяцев найти вам что-то подобное то есть пока еще такая возможность есть и цены пока что у меня ниже чем ну какие-то магазины или международные потому что я работаю напрямую с водительцами добыч я там был на местах видео об этом есть на канале номер 7 тоже турмалин но данный экземпляр у нас из из руанды но так пишут опять же я знаю что их ранее не добывают их добывают в конго продают их в руанде многие люди боятся ехать в конго но считают что там опасно хотя я ничего там опасного не вижу вот и едут на специальном рыночке пограничном покупают их в руанде ну вот как пакистан афганистан ноги продавцы покупатели боятся ехать в афганистан они едут покупать в пакистан и считаю что эти турмалины пакистанские очень интересный цвет очень редкий чем-то похож на сумеречную грозовую шпинель и даже в чем-то покруче под заказ похожие если найдут то это произойдет случайно и времени придет скорее всего очень много поэтому кому нравится покупайте этот прямо сейчас номер восемь тоже турмалин из афганистана но вот по сертификации он не дотянул до лагуна то есть вот лаборатория в нем увидела индигалит хотя на мой взгляд там есть и голубоватый зеленоватый но тем не менее по документам по сертификату это индигалит и это хорошо тушил можно не так дорого купить как стоил бы лагун а он сам по себе симпатичный привлекательный единственное что камеры чуть-чуть искажает у него огранку она кажется кривовато на самом деле нет она не кривая есть формы огранки которые камеры всегда делать кривыми я первыми не понимал что происходит вот микрометром примеряю камень ровные снимаю кривой на самом деле линзы выпуклая поэтому такой небольшой искажение происходит номера 9 и 10 раз уж мы начали с турмалинов давайте я все их в кучу соберу тоже конга продано куплено в руанде нужно в конга напрямую протоптать тропинку это сэкономит сильно стоимость да то есть можно будет их дешевле покупать соответственно дешевле продавать и отбирать на месте все самое лучшее снимать сливки цвет который если бы это были сэфиры то официально это называлось бы под параджа хотят торговые названия но часто пишут в сертификате прям уже хотят порадовать клиента турмалин так не принято называть но мне хочется я называю цвет очень востребованный вывод такого цвета заказывайте очень много и кстати наши любимые китайцы тоже все что вот такого цвета выгребают полностью надо у них спросить возможно по их версии этот цвет поднимает потенцию номер одиннадцать великолепная моя любимая сумеречная грозовая шпинель напоминаю что я купил коробочку довольно большую штучек 30-40 в бирме и вот их осталось уже наверно штучек 10 поэтому обратите внимание есть посветлее чуть-чуть есть чуть-чуть потемнее есть чуть другой формы напишите ватсап если этот будет продан я могу вам показать еще какие несколько штучек других есть номер 12 из той же коробочки тоже бирма тоже шпинель но она ведь у нее цвет прям совсем редкие какой-то чуть-чуть розово-фиолетовый прям слегка так до лавандовый но при этом немножко стальной то есть очень интересный цвет вот такой камешек один всего я думаю что и мужчине и женщине он подойдет но по размеру он конечно больше на женское кольцо тянет то есть он для мужского перстня наверное мелковат камешек но так устроено что мужчин как право пальцы побольше чем у женщин хотя бывает конечно исключение мой огранщик одно из них у него супер маленькие пальцы очень выгодно да на его пальцы показывать камни все камни кажется огромными номер 13 данный лунный камень великолепный был уже в отдельном видео до изделие к вернее камень который достоин отдельного видео но показываю еще раз как пример я планирую на мадагаскар у меня там есть сотрудники есть люди которые для меня отбирают самые лучшие камни радужный лунный камень из мадагаскара бьет все рекорды по стоимости по росту стоимости и непонятно вообще к чему это приведет но точно не к тому что он подешевеет вдруг он точно не подешевеет месторождение в мире одно принимая заказы пишите подберу вам что-то не менее великолепно можно кстати поменьше размером не обязательно такие большие покупать номер 14 танзаниты вот как раз последние дни занимаюсь тем что лично отсматриваю ну сотни да наверное даже уже счет перевалив за тысячу камней последние два дня пересмотрел много сот танзанитов отобрал 7 то есть хорошего материала мало и даже я замечаю разницу вот пять лет назад и сейчас под процент хороших камней сильно упал и это говорят все и в отдельце добычи и огранщики и те кто те кто и греют рано или поздно добыча кончится и тогда вот такие камни это три буквы а triple и так называемый это топовый цвет все что 10 выше 10 карат будет стоить дорого это вот я прям вангую а я пока что ни разу не ошибался номера 15 и 16 массайские гранаты скорее всего на момент выхода видео они будут уже проданы но также принимая заказы отбирать буду лично здесь на месте материал потом вести его в банкок гранить вот ну возможно сейчас я в поиске может быть я здесь найду хорошего ограничка но не факт делаем сертификаты и вам все отправляем поэтому принимая заказы пишите скидывать предоплату буду отбирать на местах камень с огромной скоростью растет стоимости и месторождений мало их всего три причем которое в нигерии я пока не понимаю почему там от 5000 долларов за карат их продают и главное что и кто-то покупает те же самые китайцы американцы почему в чем момент в чем смысл пока сказать не могу нужно доехать самостоятельно все изучить на месте номера 17 и 18 то же самое скорее всего камни проданы на момент выхода видео но собираю заказы отбираю на месте оба места добычи посетил то есть по сути месторождение одно но она граница разрезана на две части половина в кении по им танзании все посмотрел все прибираю все что есть хорошего мне сразу звонят пишут скидывают пока вот сколько здесь нахожусь уже три недели получается да пока 00 хороших камней 0 нету вот это то что я показываю это из старых запасов и новое такое выскакивает крайне редко поэтому соответственно естественно и цена растет очень быстро номер 19 и 20 цирконы цирконы есть всех цветов радуги практически я кстати тут их танзании тоже добывают вчера я купил с рук ситуация совершенно стандартная великолепный бесцветный циркон очень крутой но его нужно гранить потом покажу вам как-нибудь не знаю пока оставлю себе или продам но смотрю цирку он спрашиваю что это такое владелец говорит я не знаю мне кажется топаз вот но по весу и по дифракции было сразу ясно что это циркон потом я посмотрел сквозь него там царапинки черточки раздваивались я ему показал смотри это циркон это не топаз и стоит он намного дороже в три раза как минимум дороже чем ты думал продай то есть ведь я честно поступил не стал покупать как топаз и вот у меня хороший камень а граню покажу тут у нас тоже великолепные цирконы золотистые тоже он из танзании поеду на добычу обязательно это место где место называется тундуру на границе с мазамбиком вот и синенький но синенький вы знаете что он гретой это нормально допустимо цвет великолепный он из камбоджи их количество тоже очень сильно упало у меня там есть сотрудник на месторождении вратанакири но за последние несколько месяцев ничего хорошего от него совершенно не приходило совсем просто нет хорошего материала этот камень старых запасов рекомендую номер 21 шпинель мохенге тоже старых запасов хорошего цвета давно уже нету с рук и и получается купить все меньше и меньше как черные звезды и сапфиры сейчас ко мне пришло два таких классических камня вот прям классический кроваво-красный чуть розоватый шпинель мохенге сейчас они у меня награнки на сертификации покажу но там цены будут 100 тысяч долларов плюс и опять же на меня он на них уже у меня есть желающие ну вам все равно покажу просто интересно красивая мозг любит такое смотреть номер 22 буквально послезавтра завтра я заезжаю мы будем в школе скважину начинаем бурить да проконтролирую начал процесса и уезжаю вместо который называется мамба мамба это долина реки умба там живет тот самый дедуля у которой вот эти гранаты великолепные от ярко-красного до пурпурно-фиолетового там цвет варьируется и там еще много много разных гранатов много месторождений и есть месторождение гранаты мало я там они речкой размыты личная добыча все как мы с вами любим надеюсь что будет дождик по нашей традиции да по крайней мере последний год так вот тоже принимая заказы пишите какого цвета размера формы смогу выбрать прям вот все самое самое лучшее номер 23 аквамарин санта мария это вот его натуральный цвет его в огромных количествах красят обогораживают облучает чуток с ними делают и бывает смотришь в интернете санта мария какого-то неестественно яркого цвета not естественный цвет такой исключение конечно бывает но крайне редко и стоит очень очень дорого месторождение находится на мадагаскаре но по крайней мере данный камень оттуда вообще месторождение аквамарина хорошего цвета в мире всего 23 он не скачет по цене вверх так как шпинель махенги или цавариты ведет себя спокойно но потихонечку растет и многим он нравится я собственно вашу симпатию к нему разделяют цвет очень приятный проверенный зимой в питере в москве снимали смотрели он становится таким остальным с голубым отливом очень приятный цвет номера с 24 по 30 собрал примеры кварцев у меня их много пару лет назад я зафанател это все у нас материал из бразилии туда тоже доеду нужно добить сначала африку всю полностью но добить смысле исследовать и со всеми навести контакты везде запустить свои теплые ручки потом еще чуть-чуть у меня в индонезии остались интересы недоисследованы да и я поеду надолго в латинскую америку и в бразилию конечно же кварцы вот эти с огромной скоростью растут цене их раскупают китайцы бусы из подобного кварца ну конечно хорошего качества я смотрю китайцы молодцы очень хорошо их обрабатывают гранят сверлят так вот бусы хорошо подобранные до бусины из кварца мод который прям великолепный вот как эти мои образцы могут доходить цене до 200 тысяч долларов 200 тысяч кто подумал бы да что такое может быть ну и соответственно китайцы таким образом они расхватывают весь этот кварц они формируют на него стоимость вот поэтому кроме всего прочего это еще инвестиции буквально 5-6 лет назад подобный кварц стоил десятки долларов за штучку и особо как ты его никто не покупал а потом ведь китайцы рассмотрели и протолкнули весь мир полностью по сути это инвестиции с очень низким входом то есть пока простой смертный человек такой как мы с вами может себе это позволить плюс он очень твердый то есть его сложно поцарапать но разбить можно все ребята полностью например изумруд поцарапать проще легче чем кварц да и он подходит вполне для самых разных украшений мужских женских повседневных лухари значит и вечерние какие-то коктейльные и все что хочешь вообще то есть он позволяет кварц да он очень разнообразен позволяет делать с ним любые совершенно по смысловой нагрузке украшения вот эта подборка это не все что у меня есть я за последние пару лет скопил какое-то количество и они все очень хорошего качества поэтому пишите в ватсап подберем вам что-нибудь интересное сделаем украшение сейчас у нас кварцом в работе много и я буду рад если будет еще больше номера с 31 по 33 чуть-чуть примеров опалов тоже оливковый многим нравится и практически ну приближенные такие матово бесцветные есть с большей степенью прозрачности есть меньшей степени прозрачности это опять же какое лучше мы это дело вкуса совершенно то есть нет вот которые вот он прозрачные дороже чем непрозрачные такого нету опалы по большей части они оцениваются как произведение искусства эти образцы у нас из эфиопии у нас есть на австралийский выход про агента татьяну я думаю все слышали но заказов на него не так много почему потому что на этот материал австралийский да потому что стрельски опалы стоят очень очень дорого сотни тысяч долларов эфиопский пока еще нет в эфиопию буду заезжать буду отбирать материал заказов очень много в этот камень любите покупаете китайцы у меня его покупают соответственно буду отбирать материал про запас ну прям хочу купить штучек 50 60 на будущее до чтобы каждый раз не обращаться по одному камешку где-то не искать номера с 34 по 41 вот жемчуг у нас исключительно отбирает агента лолита это француженка которыми работают гемолог профессиональный по образованию закончила университет вот в этих ваших парижах но вот как-то она хорошо разбирается в жемчуге понимает что на что смотреть я пока еще не настолько экспертен я учился когда-то на острове ламбок но недостаточно жемчугу можно учиться всю жизнь ребята он очень разнообразен и со всего мира его везут и подвоха там может быть очень много тоже очень много то есть с ним что только не делают и пропитывают его и красят и подделывают полностью и облагораживают и всякое разное бывает что красят уже готовый жемчуг там легче определить я например же справляюсь а бывает что это какая-то закрытая ферма в китае где устрицу кормят вот каким-то какой-то краской до корм у нее планктон подкрашенный на это тоже определяется но вот я пока например такое определить не могу в любом случае мы делаем сертификаты на весь жемчуг полностью и конечно же сертификат такие штуки дрюки выявляет у жемчуга очень большое будущее в плане инвестиций к сожалению да почему к сожалению потому что экология все хуже хуже жемчуга качественно все меньше и меньше бусы из жемчуга третянского например могут стоить уже миллионы долларов все зависит от размера и от качества вот на днях сейчас завтра еду бурить воду потом возможно будет выходной мне один и я запишу первую серию занудопедии по жемчугу там как раз буду показывать примеры когда на аукционах сейчас данный момент продают жемчуг очень очень дорого у меня относительно стоит недорого почему потому что я покупаю напрямую до владельцев добычи есть тоже самое примерно казалось бы на глаз смотришь но это что жемчужные это жемчужина помните пример с черной машиной да есть черный запорожец есть черные ferrari так вот что-то такое подобное есть значительно дороже то есть я пока продаю такой средний сегмент в жемчуге я не иду пока выше среднего и цены у меня для жемчуга мирового качества доступные вот бывает вот можете на 10 на 20 на 30 от того что у меня плюс мы запускаем жемчугом но ближайшие наверное еще полгода сайт там будем можно будет прям конструктором на экране в конструкторе подставлять бусины наши авторские готические африканские всякие разные другие это будет все увлекательно интересно и востребовано обычно все что мне нравится это все очень хорошо заходит и покупателям тоже причем международным и русским им туристу ведь понятие вкуса она видимо международно все-таки всем большое спасибо за внимание сегодня не так много у нас материала мы посмотрели порадовали наш мозг интернет и у меня очень медленные я от голосовой на диктовую и сижу жду какое-то время ну секунд 20-30 чтобы она отправилась это чтобы мой великолепный монтажер или монтажник мог все это совместить звук и картинки но вот как могу то есть ближайшие несколько месяцев а может быть и полгода может быть и год все будет все видео будут короткими пока не знаю на какой срок в африку бессрочно ведь прошлый раз я уехал на пару месяцев пробыл полтора года поэтому не загадываю как пойдет всем всего хорошего счастливо всем здоровье берегите себя родных мирного неба над головой